Всем доброе-доброе утро! У нас сегодня воскресенье, 7 июля. Яночка, когда пошла в машину, на улице еще рано, нету 9 часов, но вы помните, я для Яночки готовила сюрприз к ее дню рождения. Янка, помаши ручкой. У Яны сегодня день рождения, я подготовила ей сюрприз, это же и мой подарок ей на день рождения. И нам надо успеть, поэтому бегом-бегом в машину и посмотрим, что же ждет Янку такого интересного. Яна, ждешь сюрприз? Да. Догадываешься, что это? Нет. Нет? Ну тогда место, цветы, аптека. Ты мне волнух будешь красить, что ли? Я еще пока не знаю, куда мы идем, как ты думаешь? Я думаю, в салон причесок. В какой салон причесок мы идем? В театр причесок. Думаешь, в театр причесок? А может в аптеку мы идем? Может мы что-нибудь в аптеке будем, какой-то подарок покупать? Сорт. Какой-нибудь гематоген. Гематоген, он же полезный. Так, ну давай посмотрим, а тут есть кто-нибудь. А что, вы хотите выглядеть? Да, конечно. Вот, даже открыто сегодня. Ну и что ты думаешь, что будем делать? Мне волосы красить хорошо. Волосы? Может маникюр? А может мы тебе макияж сделаем? Нет, макияж. Давай брови покрасим, Ян. Ну ты же взрослая. Сколько тебе сегодня лет? Одиннадцать. Одиннадцать? Ну пора брови покрасить. Янке пока ждем, когда нам скажут садиться, точнее Янке скажут садиться. Нашли очень клевый, смотрите, такой обруч. А Янка шляпку нашла. Аккуратно, не снимай с меня там. Я даже еще и прическу не успела себе сделать. Высший свет в Англии. Носит вот такие штучки. Ой, меня, я скрыла своей камерой. Смотрите, какая красота. Ой, а мне нравится, я бы пошла так. Мерлин Мурлов. Че? Яна. Не смотри. Пань. Круто. Тут за Янкой ухаживают, смотрите, в какой красивой чашке, звездной. Ей принесли чай с конфетками. Вы уже поняли, что это в салоне, что это что-то будет связанное с ее волосами, с ее внешностью. Я могу сказать так, это то, о чем она меня просила, но уже больше года. Больше года она мне об этом не говорила. И просила, и упрашивала, и наконец-то вот, в 11 лет я решила, что ладно, сделаю я ей такой подарок, раз она очень-очень хочет. Так, ребята, я пришла в магазин, вот только открыла дверь. Давайте сейчас включу здесь свет, сегодня будет работать Марина, потому что все-таки у Янки день рождения, и я должна быть свободная. Но Марины пока нет, потому что магазин открывается с 10, она вот скоро, я думаю, придет. Мариночка всегда раньше приходит на работу. Ну, я, наверное, сделаю себе чаек, посижу, попью чай, все здесь включу, подготовлю к началу рабочего дня. И периодически буду забегать в салон и показывать, что там дальше происходит. Ну, а также, ребят, два дня вы не видели видео, пожалуйста, не переживайте. На самом деле, съемок был у меня практически, вот буквально на две минутки. В пятницу у меня была ученица, с которой мы ценный день занимались, заканчивали коммерческий курс, а потом я приехала домой, мы стригли собаку нашу, Рому. А вчера я практически весь день просто провалялась дома. На самом деле, вот я поспала. Вот помните, я вам говорила, самочувствие странное, что какая-то усталость. В общем, вчера я весь день провалялась, выспалась, отвезла кекса, маленькую собачку маме, вернулась домой. И вот сегодня я чувствую себя замечательно. Сегодня нет никакой усталости, а только бодрость и праздничное настроение. Вот так вам расскажу. Чтобы не занимать долго эфир, выключаюсь, чуть позже увидите, как мы здесь проходим. Мне пришли из театра причесок, пока Яна там сидит, ожидает, что же ее ждет. Вот вы сейчас первые догадаетесь. В общем, сейчас мы будем выбирать цвета. Ну, то, что розовый, это точно. Я думаю, вот какие-то из этих двух, да? Вот этот будет. Но смотри, я аж изначально хотела сиреневый, но она что-то в последнее время подсела на бирюзовый. Да, она сказала розовый. Просто, не, ну розовый будет, но второй цвет надо выбрать. Вот я вот думаю, а бирюзовый, вот этот, он сильно зеленым будет смотреться. А их не мешаешь между собой? А давай миксанем синий с зеленым, чтобы получился вот такой цвет именно бирюза. Да, так вот я о чем и думала. И сделать ей, потому что она попросила бирюзу. Ну, как попросила, она не знала, я просто у нее начала спрашивать про любимые цвета. Плюс она все сережечки бирюзовые купила красивые в Италии. И вот она, и маникюр у меня просила, чтобы бирюзовый с розовым был. Так вот давай тогда сделаем вот миксанем. Да, я тоже думаю. У нас есть еще и такой. Такой желтенький? Ты думаешь, он нужен туда? Нет, я думаю, что вот этот, вот этот, либо вот этот. Лучше, может, вот этот ближе. Вот этот, и вот эти вот миксанем. Два миксануть между собой, чтобы дали бирюзовую качало в салон. Показать вам, что тут делает Яна. Смотрите. Ой, что ты тут делаешь? А что у тебя тут? Это такая прическа у тебя будет, как инопланетная, да? Мне пока высветляют, мам. Что там тебе высветляют? Все, уже пришла моя Мариночка. Я тут достала шарики. Вот такой фольгированный хэппи-бездый. И выбрала вот такие еще маленькие шарики. Вот тут с единорогами, как Янка любит. Розовенький. И вот хэппи-бездый голубенький. Достали уже вот эту штуку, чтобы дольше шарики держались. И сейчас с Маринкой попьем чай. Все равно Янка там еще в салоне. И надуем эти шарики. Сделаем такой набор из шариков, чтобы у Янки был сюрприз, когда она вернется, чтобы ее здесь еще и в воздушной шарике. Для тех, кто еще не подписан на мой личный инстаграм, можете подписаться. Хотя не знаю, увидите ли вы уже эти сторис. Я сегодня помимо того, что видео снимаю еще, у меня сразу онлайн идут сторис с того, что там происходит у Яны. И сейчас я опять хочу сходить в салон, посмотреть, что же там ей делают. Мама, какой цвет. Яна, вот как тебе сюрприз делать? Вот, вы посмотрите, она сидит и за всем следит, что тут происходит. Я думала сделать такое, как это вот шоу, знаете, бывает преображение. Когда человек отворачивается, ничего не знает, а потом видит себя в зеркале и не узнает. А она уже все знает, что ей тут делают. Так, это у нас что? Какой-то синенький, да? И в него сейчас будем добавлять зелененький. Правильно? Да. Да, сейчас будем миксовать красивый бирюзовый цвет, потому что Янка в последнее время подсела на цвет березы. Да, показалось новое. А, что-то не то, что-то? Что-то не то, но... Так, это у нас какой? Это зеленый. Угу. И вот он буквально, ну, поменьше нам будет. Вот препаратик, которым все-все-все буду делать. Называется Goldwell, да? Это немецкий препарат. Вот мне уже рассказали. По японским технологиям разработано все. В общем, начинаем. Что? Набрала кисточек. И вон еще одна. Смотрите, сколько у нас тут. Прямо палитра. Я, видите, тоже чуть-чуть себе кудри накрутила сама. Янка пытается спрятаться. Вот. Я тебя не снимаю, если я снимаю. Я хочу показать, что у меня тоже есть кудри. А, ну потом тебя снять, да, уже по факту? И мне тоже результат. Результат когда будет. Хорошо. Я сниму, когда будет результат. Ну, там, пока Янки там все делают, мы ей надули шарики. Happy birthday для моей Януськи. Слушай, как хорошо, что мы шарики сюда завезли. А то бы мне пришлось ехать, заказывать, деньги платить. А тут вот, раз, два, и все. И шарики, и любимые Янкины цвета. Единственного нового ее любимого цвета, бирюзового, нет. Ну, ничего, ничего страшного. Зато есть вон единороги, которых она любит. Розовый цвет. И надпись Happy birthday. Все спряталось. Только что так красиво выставила все. Ну как, изменились на ощупь? Да. Да? Ну, по цвету, конечно, изменились. Сейчас идет фотосессия для салона. Проделанной работе. Янка показывает вам всем лайки. Ставьте лайк. Ты довольна, Яночка? Да? Довольна? То, что ты хотела? Ну все. Яночка, это был мой подарок тебе на день рождения. Скажи, тебе понравилось? Да? Мама угадала с подарком? Да. Да? Ну, я очень рада. Давай, теперь одевайся, пойдем ко мне в магазин. Там еще тебя ждет небольшой сюрприз. От мамы, да? И от мамы тоже. На кнопочку нажми и открывай. Все. А теперь? Идем теперь в магазин. Там тебя тоже что-то ждет. Ой, там люди пока. Там еще люди у нас стоят. Подожди, Яночка. Янка получила свои шарики еще от меня. Еще второй раз, или третий раз уже убивает меня дверью. И мы идем на улицу делать фотосессию. Туда вниз иди, здесь темно, здесь ничего не видно. У тебя же такой, такая красота на голове. Надо же ее на свету нормально показать. Смотрите, как это круто. Вообще. Видите? Супер как. Слушайте, мне бы в 11 лет мои родители сделали такой подарок. Я была бы, наверное, самым счастливым ребенком на свете. Надеюсь, что Яна на это ценит и понимает. Бабушка будет в шоке. Все, можете готовиться на ралли. Если чуть, это еще ничего. А там, я думаю, что... Так, а там самое прикольное, что там на самом деле лишь немного. Это вот только вот, ну, буквально прятки. А их, смотри, поднять, у нее там ее волос. Но за счет того, что они и сверху можно опустить, и все, и будет вообще незаметно. То есть это такая прическа-сюрприз. Если захотеть, то никто не заметит. Ну, привет, Ковальчик. Думаю, Янка, всем интересно. Что там? Конфетчан-брендинорожки. Кошелек-костка. Кошелек из... А какого цвета кошелек? Моего любимого. Это какого? А вот это что? Это какая-то подушка. Скай сервис. Это сюрприз какой-то. Сейчас открою, я там у нас тренинг, и тут все. Ну, давай посмотрим. Ой, ну, конечно. Марина бы такого не принесла. А, это типа книжка, если захотела, поспала. Да, это книжка, на которой можно спать. Представляете, блокнотик. Вот это чудо вообще. Знаешь, у них тут бывает. Пописал, спать хочу. О, круто вообще. И спать, и если на компьютере, вот даже, ну, вот подмышку, чтобы... А, и подмышку ставить даже. Подмышку, чтобы рука не уставала. Мы продолжаем праздновать Янкин день рождения. Вон она сзади с шариками. Вот, со своими подарками, которые она получила от Марины, мы идем в машину. Сейчас все это сложим. Вон, смотрите. Смотрите. Моя девочка. Едем к моей маме. Честно говоря, боюсь ехать к маме с этой прической Янкиной, потому что у меня мама такая. Она хорошая женщина, но она более консервативная. И в мое детство она мне запрещала такие вещи, хотя мне очень сильно хотелось. И я много чего старалась сделать так, чтобы моя мама не узнала. Ну, за что все равно мне попадало, потому что мама это мама. Она всегда все узнавала. Ну, я, видите, немножечко другая мама, современная. Зная свое детство, я прекрасно понимала, что ребенку действительно это хочется, ребенку это надо. И она получит от этого удовольствие. Поэтому, как я уже вам сказала, я бы, наверное, очень хотела, чтобы мне в этом возрасте моя мама сделала точно такой же подарок, как я сделала Янке. Все, садимся, едем к бабушке, к моей маме, посмотрим на ее реакцию. Боюсь, ребят, боюсь, честно очень. Мы уже поднимаемся к моей маме. Ребята, честно, я очень боюсь реакцию. Но мы идем, потому что все-таки мама тоже очень хочет поздравить. Янечко, с днем рождения. Давай, звони. Сейчас посмотрим, что будет. Ты тоже боишься? Моя мама решила сходить в кафе, в ресторанчик, посидеть все вместе, пообедать. Но что значит бабушка? Вот что значит внучка? Моей маме безумно понравилась прическа и вот цвет волос Янки. И я сразу что маме своей повторила, я говорю, мамочка, вот, наверное, если бы это была я и мой день рождения, наверное, вряд ли тебе бы так понравилось. А вот что значит внучка, любимая, единственная? Все замечательно. Вы слышите, кекс не дает поговорить, просит на ручки. Сейчас возьму его. Ой, мой хороший, что ты так пищишь? В общем, вот, Янка довольная тут, бегает, показывает всем свои волосы. Сейчас пойдет на улицу, я представляю, как она будет идти и вот делать такие движения. Идем пешочком, идем в кафе Гурман. Гурман называется? Это же ресторан считается. Гурман, да. Кафе Пельменное. В общем, там очень вкусно, сами лепят пельмешки, очень вкусные они получаются. Там помимо пельмешек много всего есть. Янка взяла свой кошелечек, свою подушечку, чтобы поспать, пока еду принесут. На улице становится все лучше и лучше. Вот что значит для Яночкиного дня рождения, заметьте, и погода меняется. Видите, как солнце, мне уже даже раздеться хочется, уже жарковато становится. Ага, босиком идти. И босиком идти, да. И глашом идти. Нет, Яна, я культурная. Ребятки, мы уже сидим в ресторане, уже заказали немножечко покушать, но нам еще пока только-только приняли заказ, поэтому сидим ждем. Янка отобрала мой телефон, потому что если мы с мамой еще хотя бы общаемся, то Янке, похоже, веселее сидеть в моем телефоне, либо спать вот на этом вот блокнотике. Маринка взяла специально с собой, Яна, блокнот. В общем, она действительно лежит и спит, пока ждет еду, да? Что ты заказала? Пельмени. И попить. И попить. В общем, покажу вам, что Янка сказала. Можно туда сметаны не кидать? Ну, Яшка, не буду со сметаной есть. Потому что я не люблю сметану. Ты макай прямо туда. Ты макай прямо туда, Яна. Я только на одну сторону. В общем, вот Янке пельмени. Мне вот такой салатик. А мама моя еще ждет. Ее еще готовят, еще лепят лазанью. Возьми, попробуем. И к нам прибежала где она, встанет или нет? И к нам прибежала собачка. Ой, вы смотрите, мы ее кормим, подкармливаем. В общем, она такая милая. Но она при этом... А хозяин пошел искать, наверное, свою собачку. Хозяин милый пошел. Сейчас найдем. Сейчас готовим. Что вам понравилось в Гурмане? Пельмени. Пельмени? Да. Да. А сейчас мы куда едем? Домой. Домой. А почему мы домой едем? Потому что на улице дождь. А потому что... И на улице, смотрите, пошел дождь. И нам зеленая стрелочка, поэтому давайте я рулю. Мы едем, едем, едем в далекие края. Далекие края мы едем. Видишь, какой дождь скопается? Видишь, какой дождь? Где ими начался? Вот под таким дождем мы сейчас едем. Сейчас я еще пропущу тут машину. Капец как? Это не капец, Яна. Ни слова некрасивая. Давай с тобой, наверное, в машине посидим. Я не вижу смысла сейчас лететь в подъезд. Посидим в теплой машине, да, Яна? Да. Мишка, посмотри вообще как. Нормально сносит еще и пиццик такой. Бедный дяденька задумывал, что я несло. Ты видишь, как мы вовремя с ресторана ушли. Ага. У нас продолжение дня рождения. У Янки подарок, который также она хотела. Это папа подарил. Что это такое, Яна? Пинни-борд. Пинни-борд Янка счастлива. И смотрите теперь. И куда? В бордюр. Видите, даже тоже расцветка под ее прическу. Выбирали очень долго расцветку. И в итоге, я думаю, что в целом образ удался. Поехала к моей машине. Я ей дала ключи. Она хочет из машины шарики забрать. Мы сейчас идем в кофемолку. Туда должна приехать Янкина подружка. Вот, к сожалению, да, минус дня рождения летом. Что в этом году Янка только с одной подружкой сможет встретиться и отметить. В прошлом году как-то больше мы смогли насобирать людей. Но в основном, конечно же, летом все детки уезжают. И приходится вот, приходится отмечать. Так, с не тем количеством, которое изначально планируется. И хочется, да, с каким количеством отметить. В машине мы оставили шарики, потому что, вы видели, очень сильно был дождь, когда мы выходили. А все эти гелевые шарики под дождем нести нельзя. Под дождем они сразу опускаются. Так Янке сказала оставить в машине. Ну, а сейчас она хочет их занести в кофемолку. И уже в кофемолке там поставить, чтобы все знали о том, что у нее день рождения. Она тут сообщает всем. Мы только вышли, там соседи стоят. А она сразу сообщила, что у нее день рождения. И мы идем праздновать. Подходим уже к кофемолке. Видите, Янка там довольная такая. Посмотрите, опять солнце, опять солнце, опять тепло. Я бы даже сказала, что жарковато. А в какой ливень мы ехали домой после вот ресторана. Кстати, для тех, кто может хочет спросить, почему я только с мамой сидела в ресторане. У меня папа сегодня работает, к сожалению. Конечно же, если бы папа был дома, он бы пошел вместе с нами. Мы бы вместе посидели и пообедали всей семьей. Ну, а Дима, в свою очередь, тоже работал. Он только вот недавно приехал. Поэтому получилось так, что он только с моей мамой. У меня Анка встречает свою подружку. Спасибо. А что это? Это? Твой кексик? Спасибо. Пончик, по-моему, который ты любишь. Нет? Что это? Вот, значит, куда ты ходила. Я тебе кофе принесли, выложу тебя нет, значит... А ты меня искала, да? Тебе кофе принесли, я тебе хватит. Мама, посмотри. Смотри, там... Давай я все вместе покажу. Ух ты! Там даже эта корона, это браслетки такие, как синтроотражающие. Такие, достаешь и обрублю так. Доставай, смотри, Яночка. Вот, и корона. Янка, снимай обруч, одевай корону. Это тоже корона. Смотри, какая красивая. О, одинаковые, вот, девчонки. У девчонок будет одинаковые. А мне дай обруч, я его поношу пока. Нет, не отдаешь? Ой, как классно, Янка. Такие браслеты. Блестящие такие. Мне вот сейчас, короче, примерить, еще лучше, чем ты. Ну, это хорошо, когда... Какой красивый кулончик. Покажи мне, пожалуйста, Полиночка. Какая прелесть. Янка вообще, как красиво. Вот это, да, очень красиво. Янкина подружка лучшая. И подружка, и крестная сестричка ее, да? Я духовная. Ты ее называешь духовной, я называю крестной. Так что, можно считать, что это две сестрички. У них разница ровно полгода. И тут у нас игры к дню рождения. Подожди, 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 подожди. Подожди, сейчас Полинка все соберешь. Так, у меня девчонки разводятся. Столь? Один. Два. Сейчас Янка тут уже ждет торчика. А семерка! Это кому, мне? Ну, ты добрая. Яна, Яна, Яна. Яна, смотри. Загадывай сначала желание, загадай. Браво. У нас уже вечер. Янка побежала к своей подружке-соседке. Вы ее видели. Знакомиться с ее хомячком. У нее там новый житель у соседки. Вот. Ну, а я еще посидела чуть-чуть с Ирой, пообщалась. И взяла уже шарики Янкины. Вот они тут сзади меня. Куртку, потому что Янка оставила. К вечеру уже потеплела. И бегу домой. Сейчас сяду монтировать видео, чтобы завтра вы могли наконец-то его увидеть. Вот такой веселый у меня получился день. День рождения моей доченьки. Вроде все ей понравилось. Пусть он в этом году и не был таким торжественным, да, как обычно. Я ей всегда большие грандиозные праздники устраивала. Но в этом году как-то так, честно говоря, и не получилось. Но, тем не менее, все ее мечты были исполнены. И прическа, и шарики, и пенеборд, и с Полинкой, со своей лучшей подружкой. Она провела весь вечер, поэтому я думаю, что Янка осталась довольная. Все, завтра начинается рабочая неделя. Я работаю, работаю уже без выходных всю следующую неделю. Каждый день буду на работе. Ну и буду продолжать снимать для вас видео. Поэтому давайте сейчас уже побегу отдыхать. С вами скоро увидимся. С вами была Оля. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Все, до новых встреч. Пока-пока.